друзья всем привет надеюсь у всех все хорошо и вы готовы продолжить работать над нашим общим проектом над нашим приложением в dash вот мы его оставили вот в таком виде прошлый раз мы добавили создали три вкладки да на первой вкладке мы вывели все наши графики вот на вторую вкладку мы сегодня добавим нашу табличку с данными то есть выведем данные в табличном виде ну и на третью вкладку тоже если время будет если видео будет не сильно длинным то выведем описание данных виде тоже таблички но другого немножко типа вот но я посмотрю если видео будет получаться сильно длинным то разобью его на два куска вот поставьте лайк этому видео если вам нравится мой контент вот и спасибо что смотрите да напомню еще про то что можно ускорить воспроизведение в youtube и мне кажется это удобная функция и пользуйтесь ею я думаю что это удобно так ну давайте к делу приступим значит как я уже сказал мы выведем сюда таблицу с нашими данными для этого мы будем использовать вот эту библиотеку dash table то есть это как бы отдельной отдельный пакет функции в как бы этой экосистеме dash и собственно она создает вот такой вот объект типа data table ну и вот так вот будут выглядеть наши данные да вот они предоставляют очень много возможностей для форматирования этой таблички условного форматирования то есть вы можете подсветить определенные ячейки изменяем там разную ширину колонок высоту колонок постранично выводить и так далее кое-что мы это из этого сегодня сделаем но конечно мы не покроем все вот но сделаем красиво и так для начала нам нужно собственно импортировать эту библиотеку то есть давайте еще что добавим импорт дэш и был окей теперь так что еще что еще давайте создадим сначала значит то 2 контент в виде просто такого пустого стены темы его и будем его передавать в нашу получается вот наш тогда уже передавать них пред на этот объект то есть пока он у нас пустой да но мы сейчас займемся его наполнением пока просто создали этот объект и назовем например эту вкладку дата так давайте глянем что все хорошо работает до сюда так вкладка переименовалась ну все да здесь у нас пусто ничего нет пока окей теперь идем значит наш колбек да значит такой момент то есть наша табличка будет восприимчиво к изменениям фильтров то есть если мы хотим выводить все данные то нам нужно создать эту таблицу вне колбека да просто как вот здесь html объект такой сверху там где мы контент создаем вот здесь мы могли и просто создать но так как я хочу сделать ее восприимчивой к фильтрам то мы будем все это делать внутри колбека и так давайте можно откомментируем эту часть это его и теперь значит нам нужно создать эту значит мы создали с вами несколько дополнительных колонок которых не было в оригинальных данных да давайте мы их например удалим а будем выводить не все так например не будем выводить и рейтинг из рейтинг кист и например starsize тоже помните мы создавали категориальную переменную и и мы можем не хотим выводить и вот эти колонки мы удаляем и теперь создаем собственно сам объект таблички дашь ты был дата ибо мы тут все довольно просто дата это наша рода там вот только его нужно конвертировать в словарь дальше дальше нам нужно задать заголовки колонок здесь здесь формат такой же как который мы использовали когда задавали объекты наших фильтров то есть категории для фильтров мы задавали виде списка словарей здесь похожая процедура то есть name и айди тоже и строчки напишем здесь и и и то есть еще раз мы задали так нет трубается не как всегда то есть мы задали название колонки айди колонки а берем и их из названий колонок собственно нашей нашего дата фрейма но преобразуем их в список словарей так ну и в принципе это все по минимуму это то что надо задать и теперь давайте какие остальные остальные контент за зададим html компонент для этого зададим заголовок и мы заголовок у нас будет это вот и содержание будет и теперь нам нужно его по сути возвращать куда-то правильно значит а возвращать мы его будем возвращать мы его будем в наш штаб 2 контент то есть давайте по аналогии с остальными нашими с содержанием первой страничке мы зададим и бисе ролл и внутри этой строки html и зададим и уже в этом деле мы зададим айди который мы будем обновлять то есть по аналогии с вот этой вот нашей первой вкладкой она у нас состоит из нескольких строк да но здесь у нас будет одна строка внутри строки у нас не будет колонок вот одна колонка и в этой одной колонке у нас будет html которого будет айди и который мы будем обновлять внутри колбек и теперь давайте добавим это этот колбек в это это как ауту для колбека то есть это дата ты был и теперь мы должны сюда добавить наши темы то есть еще раз мы создали html5 который возвращаем видео через айди да вот по вот этому айди мы возвращаем в наши table 2 контент вот сюда а ты был 2 контент мы уже передаем собственно в структуру самого нашего приложения содержание этого таба так вроде бы все логично и где-то у меня скобка с чем-то не сходится так какая там да но тут не хватает скобки давайте еще раз попробую так скобки теперь хватает и и вот наши данные да но они немножко у нас таком неорганизованном виде выводятся нужно здесь вот чтоб добавить давайте это сделаем значит также сама по аналогии с первой нашей вкладкой мы добавим вот этот отступ здесь то есть это будет для для всей строки на для серого у нас будет такой стиль задом так ну и теперь смотрите мы можем задать ширину колонок наших значит вообще форматирование всех вот этих data table она задается с помощью там простых таких параметров как вот ставил сел ставил хэдер и ставил сел ставил хэдер ставил дэйта кондишинал то есть ставил сел или там ставил дэйта это если вы хотите всю колонку все усну ко всем применить а по всей таблице до применители там ко всем заголовкам или ко всем ячейкам оставил ты это кондишинал это если вы хотите по условию к определенным колонкам например применить форматирование вот но мы здесь зададим просто ко всем ко всем колонкам просто зададим одну ширину давайте это быстренько тоже постараемся сделать значит это нужно добавить сюда ставил дата то есть мы ко всем колонкам одну ширину так и теперь здесь зададим 100 пикселей ну и там такой интересный нюанс что нужно задать три параметра хотя они у нас будут одинаковые но их почему-то нужно 3 макс и задать также 100 пикселей и мы также даем пикселей значит честно я ребята не нашел в чем где-то наверно есть смысл задавать эти три параметра но даже если вы что-то поменяете и сделайте их не одинаковые она вас все равно возьмет повод этой ширине у вас то есть ну в каких-то более сложных ситуациях с более сложным форматированием их нужно они будут играть свою роль но для простого как бы ситуации когда нужно задать просто стандартную ширину для всех колонок вам все равно нужно указать все три параметра но будет играть роль только вот это интересно такое решение вот если вы что-то об этом знаете и знаете в чем смысл напишите в комментариях так давайте посмотрим что это работает а это не работает или она не обновилась это работает хорошо так мы можем например удалить вот эти две колонки да они там как бы не сильно красиво как мне кажется смотрятся вот можем удалить вот эту колонку кай потому что это по сути то же самое айди только в другом формате вот или наоборот давайте удалим raw а кое переведем integer формат и сделаем это для всей всей таблицы значит это мы сделаем самом начале да давайте сделаем это самом начале вот здесь когда мы считали данные и скажем дф так и давайте теперь выберем еще уберем эти колонки которые берем ролл и чем этом хотели еще убрать мы хотели убрать еще темп и например гордить не например окей так давайте посмотрим как будет выглядеть ну да вот у нас то есть мы переформатировали вот эту колонку и убрали из тех ну как бы которые мы создали колонок у нас осталось только статус а и давайте проверим что она нормально как бы все респонсив к нашим фильтрам чего-то тут а типа играем с фильтрами но вы видите что да она обновилась но я на выводит такую длинную простыню мы можем ограничить количество колонок с помощью параметров с помощью параметра page сайт что штуками page сайс все равно page сайс 40 давайте сделаем так ну и сразу можем еще например сейчас сделаем вы видите у нас заголовки выровняли по правой стороне у нас 40 строк здесь есть постранично можно листать выровняем заголовки колонок посередине для этого дата хэдер есть такой параметр то есть все не ставил хэдер и точно также задается и там текст центр и здесь депутую надо не забыть так не знаю мне кажется с этой табличкой это достаточно то есть вот более менее красивая аккуратная табличка здесь и кому-то интересно в этом разобраться давайте оставим similar тут тут что-то какие-то фильтры покрутим и вот видите у нас тут чаленджи 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 13 страниц вот таких вот за планет так ну что в принципе давайте наверное все таки вторую табличку и второй тип объекта я расскажу в следующем видео то есть сегодня мы использовали вот этот дата тэйбл да но в bootstrap есть еще вот такой объект типа тэйбл вот он для вывода более такой простой информации да когда вы грубо говоря врубру вручную хотите задать какие-то значения табличном виде и мы в таком табличном виде выведем описание наших данных по сути дела создадим вот такую табличку в нашем приложении но об этом я расскажу уже в следующем видео а на сегодня всем пока всем спасибо спасибо что смотрите поставить поставьте лайк вот я активно думаю над тем что еще предложить что еще рассказать идеи есть вот так что оставайтесь со мной и работайте над приложением всем спасибо всем удачи пока